привет для некоторых необходимо сделать такой вид как рыбий глаз это можно сделать с помощью постпроцесса давайте создадим материал которым мы будем как раз таки создавать так давайте пост его я назовел наш сам материал должен находиться постпроцесс материал домен здесь у нас появляется только emissive color что нам необходимо сначала поставим screen position далее мы по сути выбираем маску компонента компонент маск reg ну то есть x и y далее мы к нему добавим значение мы поставим обычное на единицу тыкаем и на экранчик у нас здесь будет значение минус 0 5 для того чтобы подать центр так скажем экрана почти далее что мы вообще должны подать еще радиальную часть radial gradient exponential как раз таки то что мы это вот это все создали это у нас в UV пойдет центр position здесь мы как раз таки выбираем нулевое значение оно тоже самое на единицу тыкаем и на экранчик здесь мы поставим изменяющиеся переменные точнее параметры да на буковку с тыкаем по экрану у нас появляется параметр это у нас радиус будет как раз таки по изменению нашего глаза делаю копирование сейчас density здесь у нас по значениям параметра по радиусу давайте пока поставим единица потому что мы все равно будем ставить значение точнее не значение а создавать сейчас я уже потерял куда я создавать instance на него да то есть и там уже будем все изменять так радиус мы поставили density давайте тоже поставим в единицу чтобы выворачивать в обратную сторону мы можем сделать значение one минус то есть точнее переменная да так скажем но да точнее не переменная но да она будет выворачивать если мы вот сейчас просто напрямую подключим а нам будет у нас снаружи выдавать по дуги а если мы вот подключим через one минус она внутри будет в пуклости такие создавать чтобы это все временно переключать мы можем поставить свитч статик свитч параметр но и сразу предупрежу что этот статик свитч параметра нельзя прямо в игре редактировать он только при создании данного материала работает так и назовем пусть параметр остается теперь далее мы должны все это умножить так во первых мы умножаем наше ювишечку получившую сюда умножить то есть то есть мультиплайн на получившееся значение и далее мы должны также это умножить буковка м нажимаем на экранчике на какое-то значение здесь будет у нас стандартное значение 0 и 5 мы его не будем изменять потому что она будет у нас искажать само изображение то есть она будет у нас также 0 5 здесь мы минус 0 5 здесь у нас плюс 0 5 ну и то что у нас получилось наше screen позиция да то есть наша маска x и y мы должны будем разделить разделить на получившееся наше значение то что вот здесь все получилось и в итоге это все мы сразу не будем подключать нам надо подключить через ноду сцен texture это у нас штука которая надо будет выставить в постпроцесс input 0 то есть мы этот материал через постпроцесс будем передавать по сути все единственное что мы будем редактировать это радиусы density да то есть так скажем интенсивность этого изменения ну и параметра переворачивания так скажем давайте посмотрим зайдем instance мы уже все создали просто делаем сохранение так это у нас что у нас требует она не важно постпроцессинг так что-то он у нас не хочет отрабатывать я неправильно подключил не пиксель позиция юви позиция так постпроцессинга здесь у нас все правильно здесь вроде собираем давайте сохраним так откроем здесь у нас ничего не отображается потому что мы еще не добавили на уровень постпроцесс 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 сразу на постпроцессе мы unbound сделаем да чтобы вне куба тоже все обрабатывалось ну и также давайте сразу добавим наш материал также набираем material вот постпроцесс material добавляем плюсик ассет референс и выставляем нашу инстанцию так что то он у нас немножко поломал так давайте проверим это верно так у нас все вроде как верно но почему одевает я не то поставил так да здесь естественно не деление а вычитание сабтракт здесь потому что нам надо вычесть позицию из нашего внешнего изображения так скажем то что у нас вот искажается я не понял зачем я разделил так сохранили это тоже мы сохранили здесь у нас изменения вот сейчас у нас вот можно по заднему фону конечно здесь не обработается но она давайте пока так оставим на уровне мы это принципе увидим вот она потому что наши прямые линии стали немножко изогнутыми давайте вытащим instance чтобы отредактировать да то есть это у нас вот радиус который изнутри происходит а это вот интенсивность надуть и то есть образно вы можете подрегулировать как это вот примерно будет выглядеть но часто всего это делают для тех кто хочет какие-то визуальные такие очки да то есть как будто бы они либо в дверной глазок смотрится тоже очень принципе приемлемо будет наложите сюда винетку и допустим как будто бы в дверной за это глазок смотрит кто-то параметр у нас естественно выворачивать все в обратную сторону но здесь у нас опять таки надо все регулировать чтобы не было вот таких вот растяжений да то есть мы должны определенные области ограничили изменению как это сделать то есть максимум 10 у нас двоечка должна быть да и в минусах тоже определенное значение тоже минус 2 максимум это мы можем сделать вот так вот то есть мы заходим наш материал density а свайдер минус минимум точнее минус 2 максимально да поставим в отрицательное значение и 2 в плюсовое значение чтобы мы не могли его перекручивать но если вдруг вам необходимо так то есть вот 2 максимум 2 минус и и радиус 100 тоже также можете настроить но это уже как вам понравится в общем то есть есть радиус вот можно кучей вертеть но он определенное значение имеет который искажает это примерно тоже до 2 ну естественно тоже где-то до минус 2 в данном случае у меня а на этом все так что ждем новых видео до скорой встречи пока ул а в и в и в в в в в в